Прелесть абсолютно всех этих итемов заключается в том, что их можно добывать уже даже в момент прокачки, не достигая максимального уровня. Всем привет, с вами Прия. При фазе прокачки, при просто убийстве мобов, мы постоянно лутаем какие-либо предметы, полезные и не очень. Ясное дело, серые предметы сразу сливают с торговцу и смысл их крайне мал. Но также убиваем мобов, мы лутаем различные белые вещицы полезные в виде каких-либо реагентов, зеленку различную, симку, ну а кому уж прям сильно везет, либо кто очень много занимается фармом, лутает эпики и продает их там за тысячу, за полторы на аукционе, разные эпики, разная цена. Но сегодня речь пойдет о реагентах, некоторых недооцененных, о некоторых реагентах, которые в ближайшее время, скорее всего, повысят свою цену, и о тех реагентах, которые полезны на текущий момент, их стоит фармить, их покупают, и они стоят весьма хорошую цену на аукционе. Начнем же. Перед тем, как начать записывать этот видосик, я уже заранее подготовился, и с помощью модификации аукцинатор абсолютно все итемы просмотрел. Начнем же. Самый первый итем, который рассмотрим, это гибельный коготь. Гибельный коготь стоит на аукционе всего лишь 5 серебра, 7 серебра, 10, 34, 60, то есть люди цену понижают, 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 делают это зазря, и что тут сказать, мамкины аукцинаторы, не иначе, когда-нибудь все станет хорошо в этом плане, и гибельный коготь станет стоить нормально. Он нужен лишь только для двух реально классных крафтов. Первый это шлем львиного сердца, с которым воины ходят абсолютно всю игру, вплоть до Накс Ромаса, он крафтится в кузнечном деле. Вторым итемом является волкоголовый шлем, и насколько правильно мне дали информацию, с ним друиды также ходят до конца игры. Большой клык. Итем, как и гибельный коготь, достаточно недооцененный, потому что дропается в относительно неплохом количестве, и цену на него ставят весьма низкую на аукционе. Большой клык нужен для различных крафтов кузнечных на лоу-левела с использованием железных слитков, ну а также для особо мощного крафта, а именно действующее зелье ярости. Это зелье ярости, которое дает мгновенно 30-60 единиц раги воину. Это очень хорошо в экзекут фазе какой-либо, с целью того, чтобы нанести большое количество дэмэджа, ну и можно использовать в пвп, например, с целью того, чтобы просто начать бой с хорошим столбом ярости. Применений много, и большой клык это достаточно недооцененный реагент. Третьим реагентом выделю ткань скверны. На текущий момент люди одеваются, и в настоящем времени она требуется в партняжном деле, эта ткань скверны, с целью того, чтобы скрафтить луноткань, с целью того, чтобы скрафтить какой-либо прирейдовый бис. Прекрасный реагент, и с целью того, чтобы нафармить голдишки, даже на фазе прокачки, можно посидеть подропать ее, и в принципе заиметь неплохое количество золота. Четвертым реагентом выделю золотую жемчужину. Реагент, который на текущий момент стоит примерно 12 золота на аукционе Альянса на Пламегоре, и эта жемчужина нужна для крафта рунного арканитового жезла, тот, который используется наложителями чар для того, чтобы делать более лучшие зачарования на какие-либо доспехи. Наложители чар регулярно модифицируют свои жезлы и нуждаются в золотых жемчужинах. Так что просто убивая наг и вскрывая контейнеры, которые с них падают, моллюски, мы будем лутать эти жемчужины, и все будет прекрасно в плане золота. Конечно, дроп шанс у нее весьма маленький, ну что поделать. Пятым итемом выделю кабельную систему с плавками-предохранителями. В рамках классики ее нельзя скрафтить, она только дропается, и дропается с различных роботов. Мы можем, конечно, пойти в Гномреган и пытаться там дропнуть эти системы кабельные, но смысла в этом не особо много. Самое лучшее будет пойти в Тернистую долину, хоть там и достаточно много пвп и все такое прочее. Идем в главный лагерь торговой компании, там будут кружить крошеры 37-го примерно уровня, и убивая их, мы будем лутать эти кабельные системы. Стоят они на аукционе на текущий момент сколько там? Около двух голды, насколько я правильно помню. Да, и продавая их, можно весьма неплохо-то так и золотиться. Для чего они нужны? Ну, нужны они для ремонтного робота. Люди в рейде не особо захотят лететь с целью того, чтобы починиться, а вот поставить робота будет весьма приятно. Также еще для дефибриллятора с целью того, чтобы воскресить убитого игрока. Шестым реагентом в нашем списке будет Первородный Огонь. Прекрасный реагент, который будет актуален еще, скорее всего, долгое время на классике. А все из-за того, что нужен он для создания зелья ГФПП. Поглощает демодж от огня и, в принципе, позволяет пережить вам какие-либо опасные моменты. Очень нужное, очень полезное. Требуется рейдерам на освоении, если шмота не особо много и боссы не убиваются. Так что хороший реагент фармится прекрасно в некоторых точках. А если поговорить конкретно в каких, то, скорее всего, это будет просто-напросто оскверненный лес. И конкретно в местах, примерно, центра его местонахождения. В долине рваных ран. Там будут элементальчики 51-52 уровня. И убивая их, можно залутаться Первородным Огнем. Также он падает с различных и других Огненных Элементалей. Седьмой реагент в списке это Субстанция Воды. Субстанция Воды также прекрасно добывается в Оскверненном Лесу. Чуточку повыше, в Железной Лесье. Там обитают элементали воды. И убивая их, можно налутать эту Субстанцию. Субстанция нужна для крафта Робы Маговской. И на аукционе ее цена просто зашкаливает. 21 золотая монета за штучку. Я думаю, есть весьма хороший вариант пофармить этот реагент. Почему бы и нет? Уж если мы заговорили про рейды, то, само собой, в рейд лучше приходить с максимальным количеством бафов. Если уж все совсем плохо, то со всеми бафами уж 100% нужно приходить. Эко падает с мопцов. Также продается на аукционе. Стоит весьма дешево, но почему бы и нет? Если у вас образовались лишние эти реагенты, их можно просто-напросто слить на аукцион. Их будут покупать, это факт. Также в тот момент, когда вы будете убивать этих различных мопцов из племени Зимней Спячки, то вам будут падать различные зеленые итемы, зелья на хп и ману, которые также можно продать на ауке, либо оставить для себя. Быть может синька и, возможно, даже эпики. Мобы 53-58 уровня и, возможно, полутать с них абсолютно все. Конечно же, многие люди на текущий момент будут прокачивать профессии. Без профессии никуда. Будь то добывающие, будь то вспомогательные в виде рыбной ловли, первой помощи кулинарии. Их стоит прокачать. Гигантское яйцо нужно для квеста с целью того, чтобы апнуть максимальный порог кулинарии с 225 до 300. Это не как на БФА, мы просто приходим к мопцу и изучаем абсолютно все степени вспомогательных профессий. Нет. Тут нужно сделать квест и принести некоторые реагенты. Так вот, гигантское яйцо является одним из реагентов, которое нужно для выполнения этого квеста. Ну, также из него еда весьма неплохая крафтится на 12 стамины и 12 духа. Хотя есть ему аналог в виде нежной волчатины, а именно сочного стейка из волчатины. Десятым завершающим предметом хочется выделить радужное перо. Сдавая его в количестве 10 штук мопцу, мы будем получать 12 призовых купонов ярмарки новолуния. Это реагент на будущее, так как ярмарка новолуния на текущий момент еще не стартанула. И на тот момент, когда она откроет свои двери для нас, искателей приключений, оно повысится в цене. На текущий момент 9,5 серебряных монет. Что будет дальше? Вопрос весьма хороший. Дропается оно с обычных совушек, которые обитают в зимних ключах, а именно с крикунов зимних ключей, которые находятся над гоблинским городком, над круговзором. Ну что ж, абсолютно обо всех итемах рассказал. Какие фармить вам на текущий момент времени решайте сами, так как цена их может варьироваться. На разных серверах все по-разному. Но я бы предпочел фармить, например, субстанцию воды, кабельную систему и, возможно, ткань скверны. Хотя, зачем фармить кабельную систему, если можно фармить первородный огонь и просто не вылазить из-за скверненного леса, просто перемещаться по трем точкам фарма, смотреть, где людей меньше, и там фармить мобов. Почему бы и нет? Возможно, на хай-левеле можно что-то еще придумать по голдфарму. Если придумаю, если мне дадут какую-либо информацию, то сделаю видосик. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До встречи на Игромире. Субтитры создавал DimaTorzok